и снова здравствуйте сегодня но это уже следующий день мы были в ползенье ползень всем нам конечно же известен как центр пивоварения Чехии ну грубо говоря на самом деле не всем нам и не центр но в ползенье производятся такие марки как пилснер урквилл пилснер да вот наш который производится также гамбринус ну и еще несколько вот насколько мы вот походили по музею там по-моему 4 пивоварни находятся в этом городе в самом городе смотреть особо не на что там километр на два вот этих вот достопримечательностей зданий и парочка музеев там троечка но там вот эти вот как минимум две пивоварни которые устраивают у себя экскурсии есть музей пивоварения нам понравилось оттуда будет небольшое видео ну я думаю может быть я его конечно растяну как-то отлично также есть подземелья вот эти ползенские которые там раскопали обнаружили тоже вот тоже будет небольшое видео и что еще там есть а ну и экскурсии на сами пивоварни вот эти пилснер и гамбринус вот сегодня я взял на себя смелость попробовать два гамбринуса которые просто взяли в магазине это гамбринус светлый и гамбринус премиум взяли в магазине буквально за углом в честь того что мы были вот сегодня в этом как раз в ползень город невыговариваемый не пробуем мы пока вот этот пилснер потому что его здесь просто на каждом углу и в каждом буквально баре ну практически я уже говорил да то что бар если он подает пилснер значит он подает еще максимум там козел например и все если он подает будвайзер то это будвайзер и бат и все больше ничего вот сегодня были в пиццерии там подают два вида пива все причем как два одно мало и пилснер руку он больша вот попробуем сейчас вот гамбринус сколько в 36 крон нам обошлись две бутылочки 39 это порядка 60 рублей то есть вот который варится буквально вот в час езды это на автобусе варится вот это вот пиво как нам сказали в магазине светлый это нормально пиво гамбринус премиум это немного более плотно то есть здесь как я понял 10 здесь 12 где-то вот так приблизительно это плотность в процентном соотношении да вот если посмотреть опять же здесь плотно плохо пишут плотность там и не пишут углеводы вот это все никому здесь не нужно пишут просто то есть здесь 4 и 1 вот начну как раз гамбринус светлый 4 и 1 это алкоголь плотность порядка 10 как-то определить более точно не получается пена вот я вам скажу практически любого здесь пиво очень хорошо липнет к стенкам бокалов здесь ну умеренно умеренно но пена плотная крупных пузырьков практически нет свет очень прозрачный очень мягкий желтенький такой яркий солнечный радостное пиво такое прям видно что его в принципе можно взять выпить и литр вот так вот не спеша за неспешной беседой в запахи в запахи четко прям пробиваются солод пробуем гамбринус светлый солоду очень мягкий такой запах опять же свежести запах чего зерна такой хороший но запах есть то есть не то что его приходится разнюхивать он есть он он играет запах хороший легкая горечь опять ну вот здесь на самом деле я чувствую легкую денистость но может быть совсем легкая пиво очень мягкая вот как оно и на свет как нам сказали что с камбринус светлый нормально пиво вот очень легкая такая питкая то есть можно вот действительно как я сказал вначале спокойно выпить литр может быть даже полтора неспешно за беседой или там за каким-то легким ужином с салатиками там скушать небольшую пиццу какую-нибудь такую простенькую легенькую да она хорошо такая подойдет вот это пиво к ну такой к легкой дружеской посиделке когда никто не хочет напиться но все хотят попить вкусного второго пива после вкусе легкая практически даже его нет горечи практически нет хорошее питкое пиво светлое сейчас мы попробуем вот этот премиум говорят покрепче поплотней пробуем второе значит гамбринус премиум плотно еще уже пять у нас это 12 до плотности и 5 алкоголя и так здесь мы уже видим ну ту ту же самую пену такую же приблизительно плотности с таким же содержанием крупных пузырьков хотя крупных пузырьков здесь немного больше цвет цвет уже более отдает в рыжесть он уже более такой красненький более рыженький то есть если он светлым он был более действительно светлый более такой яркий просвечивающийся и насыщенный здесь он более отдает уже в темноту такую в легкую да совершенно в запахе стоит уже другой запах ну совсем присутствует сладость присутствует да вот уже нет того легкого солода а есть уже более такой сладость и чувствуется крепкость и вкусу пива совершенно другой если гамбринус светлый был очень питкий и легкий буквально проскальзывал не оставляя после себя никакого послевкусие только вот можно было насладиться вкусом во время глотка то здесь мы обнаружим что это пиво уже играет разными вкусами и прокатываясь по языку заставляет как бы мозг на это реагировать распознавать легкую кислоту в самом начале совсем чуть-чуть сладости и оставляет легкое послевкус хмелевый вот этот привкус такой вот да чуть-чуть растительный хмелевый привкус есть гамбринусы достойны вашего внимания не знаю как они в россии я не видел мы не встречали светлый премиум и есть еще что-то посерединке мы в магазине просто не стали брать вот то есть что-то такое 11 плотности я так предполагаю 4,5 алкоголь пиво хорошее пиво чешское во всяком случае здесь в чехии оно недорогое цена качества соответствующая в следующий раз мы попробуем пилснер урквейл также в ползене производимый и возможно что-то еще на сегодня все не злоупотребляйте пока-пока